Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я хочу показать вам, как я организовала рабочее место дома. У меня уже есть ролик о моем рабочем месте, только в студии. Кто не смотрел это видео, кстати, посмотрите, будет ссылочка вверху, либо в инфобоксе. Но сложились такие обстоятельства, что мне пришлось оттуда съехать, поэтому решила вам снять ролик о том, как я организовала рабочее место дома. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Итак, вот теперь мое рабочее место вот здесь. Здесь есть кондиционер. Вот здесь у меня стоит сухожар. Также колонка для музыки. Поменялся мой стул рабочий. Теперь он такой крутящийся, очень удобный, без подлокотников. И летом на нем будет тоже не жарко, потому что он с дырочками. Вот. Также стул для клиента остался тем же. Итак, здесь у меня палитра цветов. Чуть-чуть тут цвета добавились. И вот палитра дизайна. Так, тут у меня лампа. Все та же. Sun One. Подставочка для рук. Лампа. Икеевская. Тут у меня магнитик для кошачьего глаза. Чтобы не потерять очки. Для того, чтобы защищать свои глаза при снятии гель-лака. Здесь у меня стульчик для сумочек клиента. Клиент, получается, вот здесь сидит и смотрит в окошечко. Тут у меня уже готова корзиночка с одноразовыми фрезами, с одноразовыми пилочками. Апельсиновой палочкой, баффиком. Тут у меня все готово для работы с клиентом. Также я тут отрабатывала дизайны. Вот они тут стоят. Кто не смотрел, кстати, видео с вот этим дизайном, обязательно посмотрите. Сейчас оставлю ссылочку. Такой дизайн мы делали. Тут у меня стоит жидкость для обезжиривания и снятия липкого слоя. Праймер и тегидратор. Подставка под кисточки. Таких очень много, наверное, на Алиэкспресс. Но я была в маникюрном магазине. Также зажим. Это палитра. Тут, кстати, очень классная идея. Сейчас покажу. Когда раньше я делала ремонт в своем кабинете, мы ездили, попирали краску. Там я заметила вот такие листочки для того, чтобы построить цвет краски. И вот я взяла их с собой. Получается, это отличные фоны для того, чтобы фотографировать типсы, либо даже руки. Очень удобно. Так что возьмите себе на заметку такую идею. Ну, в общем-то, здесь подставочка с разными вспомогательными кисточками. Крем. Все тот же. Жидкость для снятия простого лака. Жидкость для акригеля. Маслица. Вот очень удобная коробочка для того, чтобы хранить салфетки. Не знаю, мне очень понравилось. Очень удобно. Туда не попадает пыль, она закрыта. Раньше у меня была другая подставочка под безосовые салфетки. Ну, сейчас такая. Мне, кстати, очень понравилась. Так, далее у меня мой любимый аппарат. Маратон. Также у меня здесь лежит маска. Антисептик для рук. Кстати, мне понравился именно Эмми антисептик. Он и вкусно пахнет. И не так сильно пересушивает руки. Мне нравится. Я даже обычно ношу его с собой. То есть не его, а переливаю в маленькую тару. И ношу с собой сейчас с коронавирусом. Очень удобно. То есть мне он нравится больше, чем другие антисептики вообще для рук. Дальше мы пойдем по моим ящичкам. Итак, в первом ящичке у меня здесь лежат гели, акригели, топы базы и формы для наращивания. Вот, кстати, обычно у меня акригели вот в таких тюбиках, да? И у меня тут закончился этот гель. Вот этот вот. Вот у меня закончился гель от Nell Republic. Я вот эту баночку использовала для того, чтобы переложить туда акригель. Вот из такого вот тюбика. Из тюбика выдавливать неудобно. Прилагается очень много сил, чтобы выдавить там акригель. А работать нужно быстро, поэтому мне нравится доставать это из баночки. И я вот так вот просто переложила. Как я это сделала? Я разрезала вот так тюбик, вот так и вот так. Разложила и потом соскребала этот акригель и перекладывала аккуратно в баночку. Так, что еще вам здесь показать? Топ, который матовый. Мне нравится от Vogue Nails. Всегда его покупаю. У меня даже старая баночка их есть. Закончилась. Вот. В общем, мне очень нравится вот этот. Чтобы эффект был такой вельбетовый. Для того, чтобы делать рисунки матовыми, то есть сверху прорисовывать еще белой краской на матовый топ, то я рекомендую вот этот топ. Мне он очень нравится из-за того, что он не мешает прорисовывать какие-то толки линии. Поэтому использую его для рисунков. Также у меня есть вот такие такой вот топ, допустим. И вот такой топ. Это простые топы с сливким слоем. Они чаще используются просто для дизайна. Либо перекрыть перед матовым топом какой-то рисунок, либо перемешать краски для того, чтобы ну, то есть сделать какой-то тень. То есть такое. То есть я использую такие самые простые топы с сливким слоем. Здесь не обязательно покупать какие-то дорогие. Ну, самые такие классные топы просто покрыть сверху. Это такой вот и вот такой. В общем, Клио и Уно. Мне нравится. Из баз цветных то камуфлирующих мне нравится. Молочная и не молочная от Юлии Лей и Дэнс Лигенд. Также мне нравится Клио. Очень нравится. Они прям такие густые. И отлично и не поравнивать. Ногтевые пластины ничего не убегает никуда. еще более густые это Гротон. Но не знаю. Спор. В общем, маленькая баночка, мало там вазы. В общем, не знаю. Мне не очень нравится, но при этом у меня есть. Ну, это все же лучше, чем другие, допустим, базы. Есть еще такая база, мне очень нравится антиблестки. Вот такие вот блестки. Но вот они очень тоненько покрывают. Их надо несколько слоев, чтобы именно выровнять ногтевые пластины. А если наложить много, то будет растекаться. Но они круто пахнут. Именно вот эти вот. У меня еще была розовая такая. Очень вкусно пахнет. Следуюсь. здесь у меня гель-лаки цветные. Самая любимая фирма это Nell Republic. Далее вторая по ну, короче, что мне еще нравится это экзагерия. Я говорила, что ингарты у них отличная цена и хорошее качество. нравится. И большая палитра. Поэтому естественно я беру их. Кто хочет много цветов для рисунков запастись побольше цветов, то я рекомендую брать именно X-гель. У них удобная кисть. Сейчас я ее покажу. дамы облачу вот такая полукруглая и очень анонно прокрашивает ноготь. Также есть любимая волк nail's. Из-за того, что у него есть какие-то интересные цвета. Дэнс Легенд я уже брала давно, а сейчас бы наверное я уже не взяла. Так же есть Novation, тоже классно, тоже есть какие-то необычные цвета, но вот больше всего наверное я бы брала X-гель, я беру другие цвета, только потому что допустим в X-геле этого цвета нету, ну вот и Nemory Power, тоже большая палитра, мне очень нравится. Тут у меня Тианель и Харуяма, тоже по сути классные оттенки, но допустим если я выбирала между ними и X-гель InGard, я бы взяла InGard. Так дальше, здесь у меня все для стемпинга, здесь у меня стоят гель-лаки, ой не гель-лаки, а лаки для стемпинга, тут у меня совершенно разные цвета, у меня не так много цветов, но я думаю достаточно, можно конечно запастись побольше, но я люблю, ну чаще всего делают это белый и черный, ну либо еще серебристый и золотой. Про стемпинг я как-нибудь вам сниму видео более подробно, если интересно, обязательно напишите, что да, мы хотим это видео и я обязательно сниму его побыстрее. Так же здесь у меня есть пластинки, есть и от Paris Nail, и от Boon Pretty, и от Svenki. Тут у меня гель-краски стоят, самая любимая краска, это Pagira Nails черная, просто обожаю, это моя любимая гель-краска. Еще, кстати, мне понравилась сель-паза, это серебристая гель-краска, не знаю, получилось классно, то есть мне понравилась. Вот паутинку я бы не советовала, это MinGarden, как бы ей можно сделать, все получится, но наверное я думаю, что есть фирма получше. Я их тогда брала просто потому, что мне нужно присрочно их взять. Так, из новинок у меня каталь, наверное уже все знают, что это очень популярный сейчас дизайн, и я уже сняла ролик на эту тему. Если я его уже выложила, будет ссылочка на него. Так же у меня здесь есть втирки, вот тут еще втирки есть. Втирки уже, наверное, мало кто делает, только на дизайн, наверное. Именно какие-то прорисовочки. Также у меня здесь, ну, многим понравилась идея делать слайдеры в альбоме для фотографий. Вот, я купила простой альбом и запомнила его всякими слайдерами. Очень удобно, клиентам нравится, удобно смотреть, выбирать. Это все лучше, чем они на кольце, и они все время пылятся, а тут книжечка, все закрыто и удобно. Тут у меня стразики есть, от Сваровски есть, просто жемчужинки, которые не тускнеют. В общем, вот они и мальчики хранятся. Ну, а тут у меня лежит пенал с моими кистями, я уже рассказывала, как я их храню, как я их чищу. На это у меня тоже уже есть видео, и я сделаю ссылочку на именно это. Как чистить, как восстанавливать кисти. Так, перейдем дальше. Так, сейчас я покажу, куда я делаю все свои расходники. Я положила их в шкафчик, придумала вот такие коробочки. Тут у меня сжат одноразовые материалы, то есть там палочки апельсиновые, бафики. А тут у меня вот такие вот пилочки. Вот это от Сталикс. Тут у меня крафт-пакеты, тут уже пристерилизованные лежат. Тут у меня перчатки, маски, шапочки. Там кисточки, тут безворсовые салфетки. Кстати, именно вот этой фирмы мне нравятся безворсовые салфетки. Очень удобные. И нет от них ворсинок. Далее. Здесь у меня салфеточки под ручки клиентов. Тут всякие жидкости. Ламинол, тут дезинфекторы, антисептики. Всякие-всякие жидкости. Здесь у меня бокс, где я стерилизую. Это вот мой любимый мультидес для поверхности стерилизатор. Очень классно пшикаешь. Пахнет жвачкой. Мне нравится. Все время его беру. Вот так вот. Вот такое вот у меня получается рабочее место. Кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересные видео. Я снимаю их часто. Также показываю, как рисовать персонажей. И делаю какие-то простые дизайны, легкие. Также у меня есть видео с наращиванием ногтей и укреплением. Обязательно переходите и посмотрите. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok